Всем привет! С вами профессор Гуглов. Сегодня я вам расскажу, как правильно заряжать аккумуляторы смартфонов и ноутбуков, чтобы они прослужили дольше. В смартфонах и ноутбуках в основном используются литий-ионные аккумуляторы. Существуют различные мнения о том, как правильно их заряжать. Кто-то считает, что устройства всегда должны быть заряжены на 40-80%. И его нужно регулярно подзаряжать. А кто-то думает, что следует дожидаться полной разрядки аккумулятора, а потом заряжать его на 100%. Эта путаница связана с тем, что раньше часто использовались никелевые аккумуляторы, у которых присутствовал эффект памяти. Такие устройства нужно было разряжать до нуля. Литий-ионные аккумуляторы служат всего несколько лет, и все же стоит разобраться в том, как правильно следует пользоваться литий-ионными аккумуляторами, чтобы максимально продлить срок их жизни. Первое. Подзаряжайте устройство регулярно. Не допускайте, чтобы устройство разряжалось до нуля. Лучше регулярно подзаряжайте его. Сейчас вы видите таблицу зависимости количества циклов зарядки, срока службы аккумулятора, от глубины разрядки. Рассмотрев эту таблицу, мы видим, что лучше даже не опускать заряд до 50%, а подзаряжать каждый раз, когда аккумулятор разрядился процентов на 10-20. Второе. Не оставляйте устройство на зарядке. Литий-ионные аккумуляторы не требуют постоянной зарядки на 100%. Лучше, если ваше устройство будет заряжено в пределах от 40 до 80%. Так что, по возможности, держите заряд в этих рамках. Если вы зарядили устройство до 100%, не оставляйте его подключенным к зарядке. Многие так делают, но именно это приводит к сокращению срока службы батареи. Если вы ставите свое устройство заряжаться на ночь, то используйте специальные энергосберегающие розетки, которые отключают ваше зарядное устройство через заданное количество часов. Третье. Раз в месяц полностью разрядите аккумулятор, а потом зарядите до 100%. Это утверждение может показаться противоречивым, учитывая то, что я рассказал в самом начале. Но сейчас я вам все объясню. Полный цикл разряда заряда один раз в месяц нужен для того, чтобы откалибровать устройство. На вашем телефоне или ноутбуке остаток заряда обычно указывается в процентах или часах и минутах, через которые устройство полностью разрядится. После большого количества мелких зарядов эта функция начинает работать некорректно, и поэтому следует произвести раз в месяц калибровку устройства, полный цикл разрядки-зарядки, чтобы показания оставались точными. Четвертое. Храните устройство в прохладном месте. Высокие температуры отрицательно влияют на срок жизни вашего аккумулятора. В представленной табличке вы видите зависимость потери заряда батареи от температуры, в которой она находилась. Так что берегите свои устройства от перегрева и не работайте с ноутбуком на коленях. Пользуясь этими рекомендациями, вы сможете продлить срок службы своего аккумулятора. Однако не стоит слишком зацикливаться на этом. Если случилось так, что под рукой у вас не оказалось зарядного устройства, то ничего страшного, что ваш гаджет разрядится до нуля. И нет ничего страшного в том, чтобы зарядить его полностью, если вы собираетесь в долгую дорогу. Литий-ион аккумулятор все равно прослужит не более 2-3 лет, как бы вы о нем не заботились. И даже если ваше устройство просто пролежит все это время на полке. В общем, не переусердствуйте, используйте устройство так, как вам удобно. Но если у вас есть возможность применять эти рекомендации, то не пренебрегайте ими. На этом у меня все, с вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok